Дарья Сударева Сыты и довольны ульяновские школьники могут выбрать меню, а родители попробовать еду. В ульяновские учреждения соцсферы с 25 сентября начнут давать тепло. Итоги прошедших 8 сентября дополнительных выборов подвели на съезде депутатов представительных органов местного самоуправления и депутатов законодательного собрания Ульяновской области. Подробнее в нашем материале. Ульяновская область в очередной раз подтвердила высокий уровень организации выборного процесса. Такой вывод сделали представители Федеральной и Центральной избирательной комиссии. На прошедшем съезде депутатов представительных органов и законодательного собрания присутствовала Елена Орловская, начальник управления по вопросам организации избирательного процесса. По её словам, выборы в регионе прошли легитимно и спокойно, а исполнительная власть и избирком хорошо взаимодействуют друг с другом. У нас далеко не во всех субъектах Российской Федерации председатели территориальных комиссий работают на штатной основе. Здесь, в Ульяновской области, давно уже, с 2006 года, губернатор, законодательное собрание находят возможность, финансовую возможность, для того, чтобы комиссии работали на штатной основе и система развивалась штатно, система развивалась профессионально. И, наверное, это во многом результат того, что выборы в Ульяновской области всегда проходят спокойно. Затем Елена Орловская вручила награду от Центра избиркома Российской Федерации губернатору Сергею Морозову. Глава региона отмечен медалью Центральной избирательной комиссии за содействие в организации выборов. Напомним, повторные и дополнительные муниципальные выборы прошли 8 сентября. Каждая из 21 избирательной кампании прошла в строгом соответствии с законом. Своим активным избирательным правом воспользовались чуть больше 19 тысяч избирателей. В Ульяновске с 25 сентября начнут давать тепло в учреждения социальной сферы. По прогнозу метеорологов, в предстоящие выходные дни ожидается резкое понижение температуры. Ночью – до минусовых значений. Поэтому всем ресурсоснабжающим и управляющим жилым фондом организации поручено быть готовым ускорить процесс запуска отопления. По всем вопросам пуска тепла жители Ульяновска могут обращаться в единую диспетчерскую службу контакт-центра при главе города по телефону 05, а также в свои управляющие компании к председателям ТСЖ или ЖСК. На семинаре Всемирной организации здравоохранения будет представлен передовой опыт ульяновских образовательных организаций по улучшению питания и физической активности школьников. Подробнее у Натальи Чумаченко. С 26 по 27 сентября при поддержке Российской ассоциации «Здоровые города, районы и поселки» в Ульяновске пройдет семинар Всемирной организации здравоохранения по улучшению школьного питания и физической активности в Российской Федерации. Передовой опыт ульяновских школ по организации правильного и сбалансированного питания и здорового образа жизни учащихся будет представлен на мероприятии. В тему включились все образовательные организации, все школы занимаются этим вопросом и поэтому на двух площадках, которые мы представляем 26 и 27 числа, это 40 школа и 15 школа, будет представлен опыт 12 образовательных организаций. Сегодня во всех школах города созданы необходимые условия для сохранения и улучшения здоровья школьников. В каждой образовательной организации работают центры здорового питания, включающие в себя пищеблоки, кабинеты биологии ОБЖ, а также методические кабинеты. Педагоги проводят с детьми лекции и беседы о важности здорового питания. На мониторах, установленных в столовых, транслируется меню с указанием ингредиентов и их пользы. Также в Альмаматор уделяется особое внимание двигательной активности школьников. У нас ритмика, у нас акварель, причем два специалиста, которые ведут танцы. У нас утренняя зарядка, это динамическая пауза. Мы сейчас, после последнего посещения Сергея Ивановича Морозова, приняли такое решение по нашей школе, что в 2020 году мы входим в программу «Городская среда» и территория школы будет в основном приспособлена именно для организации физической активности. Пять школ Ульяновска, среди которых 15-я, 76-я, 30-я, 79-я и 40-я, стали площадками для инноваций по пилотному проекту здорового питания и физической активности. Вопросами улучшения качества питания и формирования здорового образа жизни озадачены абсолютно все, начиная от руководителя и заканчивая родителями. В столовых оператора питания на постоянной основе организуют для мам и пап выставки дегустации блюд, а также информируют о способах их приготовления и пользе ингредиентов. Я являюсь членом дегустационной комиссии нашей школы и беспрепятственно в любой день я могу посетить школу для того, чтобы продегустировать завтрак или обед наших детей. Поэтому у нас нет никаких специальных режимов, вот я прихожу в любой день, если у меня есть на то возможность, необходимость. Самое главное, что такой подход к сбалансированному и разнообразному питанию в школе нравится детям. Ребята с удовольствием идут в столовую завтракать и обедать. Причем ни у кого уже не вызывает вопросов, что главный перекус на переменах – это не выпечка, как было еще несколько лет назад, а фрукты. Питаться в столовой мне очень нравится, питание у нас отличное, еда на вкус очень приятная, больше нравятся макароны с сосисками. Выбирать, не знаю по этой функции, я просто обычно стандартно беру меню и поэтому ем то, что подают, скажем так. Разваренные макароны и несладкий кисель с пенкой – прошлый век. Сегодня во всех школах Ульяновска делается акцент не только на качестве продуктов, но и на вкусовых и эстетических характеристиках. Организован пятиступенчатый контроль за детским питанием со стороны Роспотребнадзора, Управления образования, директоров, операторов питания и родителей. Каждый родитель по предварительной заявке может принять участие в дегустации детских блюд и оставить отзыв в соответствующем журнале. Наталья Чумаченко, Данил Сурков, Новости Улправда ТВ. Представители правительства Ульяновской области осмотрели Ульяновский автомобильный завод на предмет исполнения положения национального проекта «Производительность труда и поддержки занятости». Ульяновский автогигант существует уже восьмой десяток лет. За это время были созданы уникальные машины, по некоторым параметрам превосходящие западные аналоги. Тем не менее, безоблачным существование предприятия назвать нельзя. В разные годы оно испытывало разные трудности. Сейчас в связи с некоторой оптимизацией производства дела понемногу налаживаются. Главный двигатель процесса – внутренний проект предприятия «Бережливое производство». Проект «Бережливое производство» у нас внедряется в виде производственных групп. Мы их называем «Кайзингруппы», где находится кросс-функциональная команда, куда входит технолог, куда входит руководитель подразделения. Входят люди, которые могут придумать на месте, собрать идеи и самое главное – внедрить их. Идеи разные. Например, создание мест отдыха из материалов, которые уже не нужны в производстве, усовершенствование тележек для подвоза составляющих. Большой список, казалось бы, небольших изменений и улучшений, которые, однако, дают очень высокий суммарный эффект. Основное предназначение системы – это повышение качества выпускаемой продукции и повышение производительности труда, для того, чтобы каждый сотрудник предприятия, каждый работник на конвейере мог выпускать большее количество продукции. Улучшением условий работы здесь может заниматься каждый – от рабочего до директора. Кстати, экономия, которая получается в результате внедрения инноваций, по словам руководства УАЗа, отражается на зарплате. В положительную сторону. Павел Половов, Даниил Сурков, Новостьюл Правды ТВ. Спортивные объекты и Федерация единоборств региона получили инвентарь. Накануне в региональном пресс-центре председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин поручил руководителям объединения и представителям муниципалитетов сертификаты на право получения боксерского ринга, борцовских ковров, помостов и матов. Мы не просто провели большой фестиваль, и мы об этом сейчас будем говорить, и не просто это впечатление для людей, не просто это новые навыки, знания. Мы еще и сконцентрировались на том, чтобы наши федерации, наши спортивные школы получили определенные наследия. Обновление материально-технической базы стало возможно благодаря проведению в регионе фестиваля национальных единоборств ТАФИСА, для которого был закуплен спортинвентарь. В Димитровграде продолжается реализация региональной программы по замене окон в детских садах. На эти цели областным правительством в середине 2019 года было выделено порядка 15 миллионов рублей. Работа находится на личном контроле у губернатора региона. Ровно как решение проблемы, о которой родительская общественность рассказала Сергею Морозову через его страничку в Инстаграм. Одной из димитровградских дошколок, которой уже заканчивается работа по замене оконных блоков, является детский сад номер 34 «Теремок». Зданию 66 лет. В этом корпусе детского сада проводят большую часть времени 211 юных димитровградцев. Всего же у теремка в ведении три корпуса. Общая численность воспитанников 650 человек. На время ремонтных работ все дети распределены в другие корпуса. Окна мы начали ставить с 19 августа. Уже подходит процесс к концу. К 3 октября все будет закончено. Сколько по объему осталось еще? В каких группах не заменили? На каких этажах? Остался один блок. Все остальные блоки уже заменились. Полным ходом сейчас ведутся работы по замене оконных блоков в группе «Смородинка». Она вообще находится на особом контроле. Установкой новых пластиковых окон здесь ремонт не обойдется. На потолке хорошо видны подтеки, следы протечки крыши. Проблеме так-то не один год, но заняться ею решили только сейчас. Причем после того, как возмущенные родители ребятишек обратились с криком о помощи губернатору Ульяновской области. Через его страничку в Инстаграм. Последней каплей, переполнившей бочку терпения, стал августовский ливень. Родители рассказали и показали Сергею Морозову, как собирали тазиками воду с потолка, как дети были вынуждены постоянно дышать сыростью, как местная власть не обращала на них внимания. В связи с протечкой крыши, естественно, все отразилось на здоровье детей. Дети стали болеть чаще, потому что, сами понимаете, сырость. И вообще небезопасно, конечно, находиться. Сегодня крыша протекает, завтра замкнет проводку, а послезавтра вообще штукатурка на голову падет. Надежда, но губернатор у нас, мы писали ему непосредственно, он откликнулся. Спасибо ему за это. Во вторник деньги из областного бюджета на ремонт кровли поступили в муниципалитет. На ремонт крыши теремка будет потрачено около миллиона рублей. Дошкулка вошла в список детских садов, в которых будут устранены последствия чрезвычайной ситуации. По распоряжению губернатора на эти цели из регионального бюджета выделено около 6 миллионов рублей. В общем, деньги есть, а местной власти осталось только решить технические вопросы, объявить конкурс на проведение работ и, собственно, произвести эти самые работы. Татьяна Елисеева, Анжелика Барвинок, специально для Уллправды.ру, из Димитровграда. Посади и вырасти свое дерево. Экологическая акция продолжается. Можно ли осенью озеленять город и кто первый позаботится о своей территории, расскажет Виктория Черкова. Высаживать кустарники и деревья можно не только по весне. Золотая пара тоже подходит для озеленения. В Ульянске проходит экологическая акция «Посади и вырасти свое дерево». Уже более 10 лет Ульянский горзеленхоз поставляет молодые саженцы во дворы и городские парки. За последние 6 лет в рамках этой акции на территории города высажено более 45 тысяч зеленых насаждений. Это деревьев и кустарников. Данная акция проходит в два этапа. Весенний этап – это апрель. И осенний этап начинается с окончания вегетации зеленых насаждений. Наша съемочная группа побывала в питомнике городского центра по благоустройству и озеленению. Среди ту и можжевельников нам рассказали об осеннем урожае. Подготовлено у нас более 100 тополей, 80 рябин. Сейчас народ копает и в ушаровидную, и в оплакучую. Это все для озеленения города по участкам. Идут мастера на участках, забирают и все в городе это высаживается. Чтобы решить зеленый вопрос жителям домов, необходимо обратиться в управляющую компанию. В городе намечаются и обязательные посадки на территории организаций. Общественники, работники предприятий и студенты займутся ландшафтным дизайном уже в октябре. Уже известно о трех объектах первопроходцах. В первую очередь сочные деревья отправятся в микрорайон Мостовая на территорию моторного завода и сквер военно-технического училища. Виктория Черкова, Юрий Конихин, Новости Уллправда ТВ. В Николаевском районе провели агитпоезд с руководителями предприятий. За здоровый образ жизни на мероприятие с громким названием приехали доктора из Ульяновска. Местные пациенты попали на консультацию к специалистам. Зачем нужны подобные акции, расскажем в нашем материале. В Николаевском районе провели агитпоезд с руководителями предприятий. В поликлинике районной больницы организовали прием врачей-специалистов из ведущих областных учреждений. Местных жителей осмотрели гастроэнтеролог, кардиолог, эстезиатор и онколог. Репродуктолог также проконсультировал женщин по вопросам планирования беременности. Сегодня у нас агитпоезд областной. За здоровый образ жизни и здоровую счастливую семью. И учитывая, что Николаевский район у нас один из самых отдаленных районов, поэтому сегодня мы постарались привезти сюда больше специалистов для того, чтобы людям было удобнее, чтобы областные специалисты их приняли здесь сегодня. Мероприятие продолжилось в районной администрации. Во время круглого стола обсудили программу «Здоровые предприятия». На сегодня в данном районе паспорта внедрили 10 предприятий. По дорожной карте необходимо внедрить до конца года 21 паспорт «Здоровые предприятия». И также разбирали вопросы оздоровления работников вредного производства как на базе территориальной больницы, так и на базе Центра профпатологии. Проект «Здоровые предприятия», входящий в национальный проект здравоохранения, стартовал в 2016. Спустя три года он продолжает набирать обороты. Медосмотры стали проводиться чаще, а работники вредных производств регулярно оздоравливаются в Центре профпатологии. Виктория Черкова, Руслан Баталов, Новости Уллправда ТВ. Завтра в Ульяновской области ожидается прохладная погода, возможен дождь с грозой. Температура днем составит 12 градусов тепла. Ветер западный умеренный до 8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Уллправда ТВ по будням в 18.30, 20.30 и 22.30, а также на информационном портале Уллправда.ру. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин